И вновь приветствую всех разработчиков игр в Scratch. Мы продолжаем говорить о том, какие есть инструменты для командной разработки разного рода проектов, в частности образовательных игр. И сейчас мы поговорим о том, какой есть инструмент под названием сохранение и экспорт, так я назвала. Мы поговорим о том, как сохранить проект в файл и как нам помогает экспорт. Эти инструменты нам понадобятся скорее всего тогда, когда у нас есть какие-то затруднения по работе в сети. Например, один из членов команды зарегистрирован на сайте, у него есть интернет, а другой не может работать в интернете по тем или иным причинам. Либо в какой-то момент времени просто даже самому разработчику требуется работать в режиме оффлайн, то есть не на сайте. В этих случаях нам может чаще всего понадобится как раз таки возможность сохранить проект в файл или экспортировать файлы какие-то другие компоненты. Но опять же, сейчас мы все будем рассматривать на примерах и в процессе какие-то детали мы разберем. Для примера я открыла другой проект. Кстати, это открытка и урок по ее созданию есть на нашем сайте. Ссылку на этот проект я размещу под видео. Кому будет интересно, можете попробовать. Мы войдем внутрь проекта и кстати говоря, этот проект разрабатывался вот именно таким образом. Он делался сначала оффлайн, потом какие-то части загружались на сайт. Экспортом я не занималась, но в принципе вот такой режим работы то онлайн, то оффлайн он происходил. Не у всех спрайтов у нас есть скрипты, но к примеру вот этот спрайт с костюмом шара. Он кстати нарисован полностью от руки. Я сама его рисовала и напомню, что если кому-то захочется его позаимствовать, можно взять и тащить в рюкзак. Но сейчас мы говорим о том, что по той или иной причине рюкзак нам не доступен, а мы хотим воспользоваться какими-то уже готовыми вещами. Как мы можем это сделать? Альтернатива рюкзаку. Ну, во-первых, у нас сказано было в заголовке слайда, что мы можем сохранить весь проект в файл. И сейчас я это покажу. Когда мы находимся на сайте, у нас доступны несколько пунктов меню. Новый, сохранить сейчас, сохранить как копию и сохранить на свой компьютер. На самом деле, в первых уроках по разработке игр Scratch я все это показывала. Тоже ссылку на уроки я размещу под этим видео. И сейчас сохранять на свой компьютер проект мы не будем. Хотя, в принципе, каждый может поставить это видео на паузу и посмотреть, что будет. У нас сохранится файл. В данном случае мы работаем с версией Scratch 3.0, поэтому он сохранится в файл формата sb3. Если мы будем работать в оффлайн версии, то есть версии Scratch, который установлен на компьютер, а не запущен из сети интернет по адресу Scratch.med.e.do, тогда у нас будет тоже пункт меню файл. И просто мы можем сохранить. Просто будет пункт меню сохранить. Или сохранить как. То есть мы сможем сохранить под другим именем. Вот этих вот сохранить сейчас и сохранить по копии пунктов не будет, потому что это то, что касается, собственно, на сайта. То есть мы на сайте можем сохранить сейчас этот проект или сохранить его как копию. Что, собственно, сейчас я и сделаю на всякий случай, для того, чтобы исходный проект не пострадал. Пока я тут что-то рассказываю, может быть где-то мышка дернется или я что-нибудь не так сделаю, тот проект у меня останется в целости и сохранности, а с копией я могу делать все, что захочу. Итак, сохранение проекта файл, я думаю, понятно. Теперь экспорт. Значит экспорт мы можем делать любых объектов почти. Например, ну раз уж у меня открыты костюмы, я могу экспортировать файл костюм. То есть вот я нажимаю правую кнопку мыши и выбираю экспорт. У меня открывается окошко для сохранения. И допустим, я сохраню сейчас в корневую папку свой файл. Смотрите, у нас появляется тип файла svg-документ, потому что мой костюм нарисован в векторной графике. Но давайте так и сохраним. Я даже сделаю не костюм один, а напишу костюм-шарик. Сохраним. Теперь, когда я открою папку, вот этот файл. Это svg-документ. Это специальный векторный формат. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня в другом формате. Вот, например, вот этот вот рисунок, он создан у меня в растровом формате. Вот смотрите, кто не знает, что это такое, тоже я под видео дам ссылку на уроки, где я рассказываю про растровую векторную графику, про редактор. Правда, пока уроки для scratch 2.0, но они, в принципе, аналогичны. Вот здесь вот у меня есть кнопка конвертировать в растровую графику. И, в принципе, вот я могу увидеть, что это векторная графика, потому что я выделяю отдельные элементы моего рисунка и могу даже их вот так вот перетаскивать. Я, наверное, все-таки отменю это действие, чтобы оставить все в порядке. А вот с этим спрайтом я могу его конвертировать в векторную графику и даже набор инструментов немножко такой другой. Мы видим, что это другая совершенно картинка. Давайте эту картинку тоже экспортируем файл. И у нас появляется файл png, то есть мы можем только сохранить в файл другого формата. Это растровый файл. И сейчас в папке мы его посмотрим. Вот он у нас растровый формат png. Так сохранять костюмы мы научились и даже различаем их форматы. Теперь мы посмотрим, можем ли мы сохранить в файл целый спрайт вместе с его кодом. То же самое. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем экспорт. И у нас теперь написано, что будет файл в формате спрайт 3. Поскольку у нас скретч 3, то спрайт 3 в скретче 2 у нас будет написано спрайт 2. Сохранить. И вот здесь написано у меня в браузере, что у меня сохранился файл в формате спрайт 3. Давайте посмотрим его в папке. Вот он здесь. Что еще можно сохранять? Можно сохранять отдельно фоны. Но вот отдельно кусочек скрипта мы сохранить, экспортировать не можем. Но когда мы экспортировали в файл наш спрайт, мы экспортировали его вместе со скриптом. Давайте сейчас создадим новый проект и убедимся в том, что мы можем открыть из файла то, что мы сохранили. Итак, мы сохранили костюмы и сохранили спрайт. То есть точнее правильнее сказать не сохранили, а экспортировали. Хотя по существу это сохранение файла. Итак, когда мы используем спрайты, мы можем открыть или загрузить спрайт из файла. Я нахожу свой файл. Я знаю, что мне нужен спрайт. Вот я выбираю файл формата спрайт 3 и открываю. И вот, как и обещано, спрайт сохранился вместе со всеми костюмами. Но здесь у нас костюм один и в том же виде, в котором был там. И весь его скрипт тоже сохранился. Кстати, вот этот проект создавался в Scratch 2.0. Тогда Scratch 3.0 не было, все замечательно работает. Так что можно не бояться. Единственное, чего я не пробовала, это открывать спрайты формата третьего Scratch в Scratch 2. Но, боюсь, что ничего из этого хорошего не выйдет. А вот второй в третьем должен открываться. Ну и сейчас мы посмотрим вот с костюмами. Да, точно так же мы можем открыть костюм, загрузить костюм из файла. Ну давайте вот этот возьмем. Вот он загрузился. Ну для чистоты эксперимента сейчас загрузим сюда же и костюм, который в формате svg и убедимся в том, что он загрузится в векторной графике. Вот он такой же векторный, точно такой же, как вот этот костюм. Но здесь только его имя. Другой костюм шарик, потому что я так назвала, дала такое название файлу. Ну вот все достаточно просто и опять же все это будет работать и в оффлайн версии. То есть я сейчас просто чтобы не тратить время, не открывала оффлайн версию, а делала все на сайте. Но точно так же экспорт работает и в оффлайн версии, то есть в той версии Scratch, которую вы просто установите на компьютер. Вот мы изучили все инструменты, которые используются, могут быть использованы для организации командной работы при создании проектов Scratch. Если я что-то упустила, буду признательно, пишите в комментариях, возможно, какие-то вещи и находки у вас свои имеются, тогда мы сможем это обсудить и, возможно, я запишу новые видео. Ну а сейчас я благодарю вас за внимание, желаю творческих успехов и думаю, что у вас получится работать в команде и создавать классные проекты, потому что, когда мы работаем в команде, это интереснее и веселее и всегда получается проект какой-то более объемный, более разнообразный, интересный для других. Я верю, что у вас все замечательно получится. И до новых встреч!